Трамвай будет стоить столько, сколько маршрутка? Трамвай 3 гривны будет стоить. А, 3 гривны. Да, ну нет. Тогда мы, конечно, относимся отрицательно. А не думаете, что это поможет, может быть, как-то отремонтировать их? Их? Нет, не считаю. Абсолютно не считаю. А сами пользуетесь, ездите? Очень-очень крайне редко. Этот транспорт жутко ненадежный, и на нем мы не перемещаемся. Ну, как бы умно и сказать, я, во-первых, пенсионер. Естественно, я платить не буду. Ну, естественно, это факт не из сильно хороших. Ну, как считают уже мэры нашего правительства, значит, это уже пусть они решают. Ну, не сильно положительные. А как вы думаете, с чем связано вот это подорожание, может быть? Ну, как я имею в виду, тут оно все же идет. Газ, электроэнергия, все. Вот, естественно, водителю и кондуктору надо больше платить, а со своего кармана они однозначно не достанут. Вот, значит, надо и повышать цену. А как оно? Ну, идем к такому, что по возрастающей, как говорится. А не думаете, что это плохо отразится, что меньше люди будут ездить на трамваях, на троллейбусах? Да нет, не думаю. Потому что, естественно, если это подорожает, то подорожает, мне кажется, еще и маршрутка. Как отношусь? Да, да. Поддержите это? Нет, абсолютно. А почему? Почему? Потому что зарплата маленькая. Потому что зарплата маленькая. Вот у меня мама, я приехала, я в Киеве живу. Вот у меня мамочка, у нее пенсия маленькая. Коммунальные услуги уже намного выше. Я не знаю, как жить. Еще и проезд подорожает. А как вы думаете, с чем связано это подорожание, может быть? С чем связано? Я не знаю, я думаю, халатность властей, которые они контролируют. Я не могу точно сказать, но я думаю, с головы все идет. А как вы думаете, не отразится это на количестве самих пассажиров, пассажиропотока? То есть не будет меньше предпочитать маршрутки, которые, в принципе, на одну гривну дороже? Нет, пассажиры, люди, когда должны ехать, они будут ехать. Будут ехать с зайцами. Живому, скажем так. Я не езжу на пенсионную, но вообще-то нет. Отрицательно, конечно. Как вы думаете, с чем может быть связано? Почему сейчас решили поднять? Везде же поднимают цены, тут же решили поднять. Не думаете, что люди меньше станут ездить, может быть, на маршрутках будут теперь больше? По времени понемножку будут. Ну, это нехорошо, конечно. А как вы думаете, с чем связано, может быть, это поднятие? С бюджетом, наверное. Не считаете, что как-то будет меньше теперь люди ездить на трамваях, троллейбусах, может быть, больше на маршрутках, где почти равные там будут цены? Ну, туда, может быть, и считаю, что будет одинаково. А сами вот вы как ездите на трамваях? Пенсионер. А вы сами пользуетесь, ездите в трамваях? В основном на маршрутках. Ну, а вот почему вы считаете, что не нужно? Может быть, это поможет как-то отремонтировать там трамвай или троллейбус? Мне уже ехать надо. А сами ездите как-то на трамваях, троллейбусах? Езжу. Но очень редко. Ну, вот, как бы придется платить теперь больше. Ну, не знаю даже, как к этому относиться. Ну, поддерживаете, в принципе, как бы считаете, может быть, что это нужно или нет? Не знаю. Ну, подорожание же, правильно? Ну, а кто относится положительно к подорожанию? А сами пользуетесь, ездите на трамваях там? Редко, но бывает. Как думаете, с чем связано, в принципе, почему поднимаются? С подорожанием электроэнергии, с чем? А не думаете, что теперь, может быть, большинство пассажиров будут там предпочитать маршрутки? Ну, не будет. Топливо тоже дорожает. Не сегодня, а завтра поднимут опять проезд. Субтитры сделал DimaTorzok